Я не знаю, стало ли больше самоубийц в современном обществе, или же их стало меньше. Я не слежу, к сожалению, за этой статистикой. Хотя, наверное, быть может, их стало больше. И одной из причин этого я вижу в том, что жизнь человеческая обесценивалась в современном обществе. Если жизнь человеческая обесценивается, твоя собственная жизнь обесценивается в глазах других людей, то очень скоро она теряет, быть может, какую-то ценность в твоих собственных, а ты переступаешь какую-то черту и совершаешь порой очень необдуманный шаг. Православная церковь ограничивает церковное поминовение лиц, покончивших свою жизнь самостоятельно. Она просто-напросто не отпевает самоубийц, не допускает церковного поминовения. Моя личная точка зрения на этот счет, что запрет на отпевание самоубийц — это была исключительно педагогическая мера, существовавшая в дореволюционной России по причине того, что осознание того, что если ты покончишь с собой, и после этого тебя не отповят в церкви, не похоронят на церковном кладбище, тебя никогда не будут поминать в церкви твои родные и близкие, это был очень сильный психологический шаг, это была очень сильная такая педагогическая мера, которая останавливала, если не всех, то очень-очень многих людей. Сегодня нужно признаться честно и сказать о том, что эти факторы останавливают далеко не всех, прямо-таки, скажем, мало кого останавливают. Мне кажется, порой педагогической мерой в современном мире как раз могло бы стать отпевание, если не всех самоубийц, то хотя бы некоторых, те, которые в жизни своей, в земной жизни были христианами. Мы не знаем, что произошло с человеком в последние минуты его жизни. Смерть каждого человека — это тайна, и об этом говорит нам как раз членопоследование отпевания. Там есть замечательные слова, что смерть — это таинство, и один Бог ведает, что творится в сердце каждого человека. Мы не можем оставлять человека, который очень нуждается в нашей молитвенной помощи, без такой помощи. Если мы любим человека, если он нам не безразличен, если мы переживаем за него, если сердце наше болит в его вечной жизни, в будущей жизни, то, конечно же, мы должны за него молиться. И тут как бы никто нам не может запретить, потому что Господь с милостью изменил его участь в жизни вечной. Мы же верим в том, что Господь меняет участь человека в загробной жизни по молитвам верующих. И в членопоследовании праздника Святой Пятидесятницы, в коленопреклонных молитвах, есть такие замечательные слова, что мы молимся о ежеваде держимых. Если мы молимся о ежеваде держимых, значит, мы свято верим в то, что Господь по молитвам общины сможет изменить загробную участь людей. Ну, значит, мы должны помолиться, попросить прощения за тех, кто по тем или иным причинам покончил со своей жизнью. Мне кажется, мы не можем и не должны оставлять их без молитвы, точно так же, как не можем и не должны оставлять без молитвы тех людей, тех близких, которые остались на этой земле. Потому что как раз соборная молитва о упокоении самоубийц могла бы стать тем как раз поддерживающим фактором для их близких, которые очень часто остались совсем-совсем одни. Родные и близкие тех людей, которые покончили свою жизнь самоубийством, могут прийти в церковь, поставить свечку о упокоении души умершего человека и попросить у Бога прощения за него. И попросить у Бога, конечно же, прощения за себя, за то, что мы своими словами, поступками или отсутствием поступков, или отсутствием слов оказались вольно или невольно соучастникам, быть может, этого преступления, потому что, мое твердое убеждение, в корне каждого самоубийства лежит предательство со стороны близких людей. То, что человек остался один, это предательство, это предательство на всех. То, что мы не нашли нужных слов, то, что мы не нашли необходимого внимания, что-то не сделали, не заметили, не сказали, или наоборот сделали, заметили и сказали, и это наша ответственность. Как бы этот шаг человек сделал из-за нашего предательства. И нам необходимо просить прощения у Бога, чтобы Господь нас простил за этот поступок прежде всего нас. Конечно же, мы имеем право обратиться к священноначалью с просьбой разрешить отпевание человека, покончившего с жизнью самоубийством. И такие разрешения священноначалья иногда дает, принимая во внимание те или иные обстоятельства жизни и смерти каждого человека. Тут нет никаких правил, тут нет никаких инструкций, это всякий раз решение принимается самостоятельно, индивидуально, после разбора тех или иных обстоятельств. Я считаю, что каждый из нас должен приложить максимум сил для того, чтобы это отпевание состоялось. Мы должны ходить, просить, стучаться в двери, умолять, чтобы разрешили совершить отпевание. Если умерший человек был, конечно же, христианином, если он был верующим человеком, если так произошло у кого-то, но никто не может нам запретить молиться самим. Одной из извинительных причин, приняв которые во внимание, церковь может разрешить совершение отпевания лица, покончившегося собой, окончившего жизнь самоубийством, может являться его какое-либо психическое заболевание, потому что человек не ведал, что творил. Он не мог до конца контролировать свои чувства, свои мысли, и мы знаем прекрасно о том, что люди психически больные порой совершают поступки, над которыми они не властны. Поэтому справка из психиатрической лечебницы очень часто является тем основанием, внимание которое в священном начале разрешает отпевание самоубийцы. Справка иногда может быть некой формальностью, и все гораздо сложнее принести просто справку, которую можно купить для того, чтобы этого родственника отпели. Я считаю, что это тоже предательство, если он не был умалишен. Вот нельзя совершать предательство второй раз. В конце концов, само по себе отпевание — это не что-то есть такое сакральное, способное изменить жизнь человека в вечности. Отпевание — это прежде всего соборная молитва. Если церковь по каким-то педагогическим причинам ограничивает это соборное поминовение, значит, мы должны молиться сами за этого человека. Очень часто мы хотим переложить ответственность, в том числе и молитвенно, на кого-то другого прийти, как бы заказать, заплатить 30 рублей, написать записочку, чтобы батюшка умолился, и все, мы все сделали. Но батюшка, конечно же, помолится, но не все так просто. Прежде всего должны молиться мы сами, и это же касается опевания. Я призвал бы не идти по какому-то легкому пути, а начать прежде всего с какой-то личной молитвой и добиваться возможности соборного поминовения.